Гест ху айс клоун на тесте. Айс это значит кулер. Кулер то присутствует. Берем дрипочку на две спирали, добавляем мощи. Прохладная апельсиновая фанта с темным сочным виноградом. Честно говоря, виноград я здесь хорошо чувствую и данные жижи они позиционируются на малазийских ароматизаторах. Я не знаю, есть ли такие в природе, но в принципе вот именно как малазийская жидкость будем говорить так. Но ближе адаптированы к нашему рынку, то есть нет такого количества кулера безбашенного, что у вас аж горло перехватывает. Виноград чипустовый, вот цитрусовый практически не чувствую, но на самом деле очень сочный такой вот как в малазийках виноград хороший. Кулера небольшое количество и в принципе должно вот вам, ну скажем местным жителям заходит вот с таким количеством кулера, это ну по крайней мере мне так на 100% заходит. Сочная, хорошая жидкость, прекрасно, переходим к дрипочке на одну стрянь. Все также хорошо, чуть-чуть стало слаще, но эта дрипочка почему-то подгоняет под сладость, в большинстве случаев не всегда, но в большинстве. Но также хорошо, кулера здесь наоборот немножко утонул, но он приятный, вот что мне нравится в этой жидкости, что он приятный, что его не в перегибе. Вот в манте апельсин вышел все-таки из тени и себя показал, то есть здесь виноград и апельсин стали, ну не будем говорить 50 на 50, виноград все-таки больше, но есть апельсин однозначно. Ну апельсин, фанта, будем говорить, что-то с этим связанное. Хорошо, хорошо. Так, и берем МТЛ-ник. Ну, так как кулера здесь немного, я думаю, что вполне может и пройти, как бы, этот момент. Я вам скажу, даже неплохо, очень неплохо. Ну, опять, здесь винограда больше, но отлично. По крепости, по крепости они могут быть, по-моему, 0,5-3. Здесь просто указано у меня только один показатель, никаких вариативностей нет еще. Ну, сейчас и гляну, секундочку. Да, 0,5-3. В МТЛ-нике, если вы троечку парите, это вполне сладенько, вот сладенько так, и виноградик такой плотненький. Зачет. У меня все, поехали в следующий.